всем привет с вами евгеньевич на канале red army airsoft и сегодня мы посмотрим на коллиматорные прицелы и увеличитель от американской компании utg а также разберемся зачем вообще на них смотреть utg это бренд американской компании lippers которая занимается разработкой производством снаряжения аксессуаров и тюнинга для спортивного и охотничьего оружия то есть они не делают реплики каких-либо более именитых брендов а создают свое с упором на качество и функционал при оправданной стоимости для знакомства с продукцией utg магазин кварта хант предоставил нам 4 коллиматорных прицела и магнифер увеличитель для начала разберемся с общими характеристиками всей продукции а затем посмотрим на каждую модель отдельно первое что бросается в глаза многослойное просветление линз у всех прицелов эффекта затемнения свойственного китайским репликам коллиматоров нет вообще могу смело сказать что я не видел более светлых прицелов в этом ценовом сегменте корпус кстати выполнен из авиационного алюминия благодаря чему прицелы очень легкие и очень прочные по заверению производителя конструкция крепления и оптической системы выдерживает импульс отдачи в 5000 джоулей то есть его можно смело ставить на гладкоствольное оружие 12 калибра и не бояться что после нескольких выстрелов у прицела собьется пристрелка соответственно силу отдачи любых страйкбольных гбб автоматов и карабинов прицел даже не заметят к слову не все китайские реплики прицелов держат отдачу гбб прицельная марка в коллиматорах . цвет красный или зеленый регулировка яркости прицельной марки плавная без четких положений на максимальной яркости прицельную марку хорошо видно в яркий солнечный день и при хорошем освещении на минимальной она не засвечивает зрительная поле и не мешает прицеливанию в абсолютной темноте как указано в инструкции эти прицелы несовместимы с приборами ночного видения но мы сделаем вид что мы не читали инструкцию и проверим все на практике по результатам проверки выяснилось что хоть у прицелов и нет специального режима для пнв в прибор прекрасно видно прицельную марку на минимальной яркости она выглядит компактно и не засвечивает зрительное поле размер прицельной марки 4 угловые минуты что такое угловая минута и как она применима к стрелковому оружию можете почитать в википедии в данном случае прицельная точка на дистанции 100 метров закрывает круг диаметром в 12 сантиметров это значит что можно без проблем выцеливать малогабаритные цели типа локоть или носок ботинка торчащие из-за укрытия и если ваше страйкбольное оружие стреляет достаточно точно то и поражать их в случае с дешевыми китайскими коллиматорами прицельная точка часто неизвестного размера и полностью закрывает малогабаритную цель при прицеливании короче отличие в качестве хороших оружейных аксессуаров и китайских реплик видно невооруженным взглядом или вооруженным тут уж как посмотреть юстировочный механизм у всех представленных прицелов выполнен стандартно виде двух микрометрических винтов для вертикальной и горизонтальной настройки винты вращаются с четкими щелчками что позволяет отследить или запомнить насколько значений они прокручены шаг одного клика 1 2 угловой минуты то есть на дистанции в 100 метров поворот юстировочного винта на один клик смещает прицельную планку на мишени примерно на полтора сантиметра 10 кликов примерно на 15 сантиметров и так далее зависимость линейная рассчитать смещение прицельной марки на определенной дистанции легко это делает процесс пристрелки прицела на оружие более предсказуемым и удобным а значит занимающим меньше времени из всего вышесказанного можно сделать вывод что прицелы ли перс и учи джи сделаны качественно и надежно а для использования на страйкбольном оружии и характеристики даже избыточны с большим запасом теперь давайте посмотрим на каждую модель отдельно коллиматорный прицел ds30 39w выполнен в корпусе закрытого типа где вся электроника и оптическая система герметично защищены от попадания пыли грязи и воды имеет быстросъемное крепление на стандартную планку пикатинни регулируемая по высоте высоту крепления можно регулировать проставкой которая устанавливается между креплением и корпусом прицела с установленной проставкой высота прицела оптимально для использования с карабином m-серии и подобными барабанчик включения прицела с левой стороны он позволяет выбрать цвет прицельной марки и ее яркость питание происходит от одной батарейки типа сер 1620 время непрерывной работы около 800 часов винты ввода поправок находится сверху и справа закрытый защитными колпачками на резьбе коллиматорный прицел ds30 26w выполнен в закрытом корпусе но имеет более компактные габариты по сравнению с предыдущим прицелом по габаритам он схож прицелом aim point t1 крепление быстросъемная на стандартную рельсу штатно крепление низкое и больше подойдет для использования сака и подобными высоту крепления также можно регулировать специальной проставкой но к сожалению ее в комплекте нет органы управления также идентичны предыдущие модели прицела но барабанчик включения располагается сверху а не сбору глубоку питание от одной батарейки типа сер 1620 время непрерывной работы около 800 часов коллиматорный прицел ds30 28w также как и предыдущая модель выполнен в закрытом корпусе и имеет средние габариты больше чем предыдущая модель но более компактный чем прицел ds30 39w два барабанчика ввода поправок расположены сверху из правой части прицела барабанчики закрыты защитными крышками на резьбе включается прицел барабанчиком на левой части корпуса цвет прицельной марки красный и зеленый регулировка яркости плавно и прицел имеет быстросъемное крепление на стандартную респланку питание от одной батарейки типа сер 1620 время непрерывной работы не менее 300 часов коллиматорный прицел rdm 39 sdq выполнен в корпусе открытого типа то есть линза и электроника не защищены от попадания грязи и воды полностью герметичным корпусом с одной стороны это конечно минус с другой такой прицел имеет большее зрительное поле и тонкую рамку корпуса которую почти не видно при прицеливании корпус прицела выполнен из алюминия и имеет дополнительную защитную рамку которую можно снять без защиты коллиматор визуально выглядит компактней сама защитная рамка алюминиевая и почти ничего не весит субъективно можно сказать что смотреть него немного комфортнее чем в предыдущие модели в задней части прицела находятся две кнопки которыми можно выбрать цвет прицельной марки и ее яркость под кнопками располагается батарейный отсек который закрывается пробкой на резьбе питание происходит от двух батареек типа а g5 прицел имеет функцию экономии заряда батареек после часа простоя прицел выключается чтобы включить его обратно нужно нажать кнопку с нужным цветом прицельной марки юстировочные винты находятся в верхней части прицела перед линзой и слева под защитным кожухом для их вращения потребуется шестигранник который кстати есть в комплекте прицел имеет крепление на стандартную планку picatinny крепление не быстросъемные фиксируется винтом с левой стороны прицела по высоте оптическая ось прицела совпадает с оптической осью штатных механических прицельных приспособлений на карабинах м-серии то есть если вдруг у вас сядут батарейки и не окажется запасных вы можете спокойно стрелять по штатной механике зрительное поле коллиматора ее никак не перекрывая ну и наконец трехкратный откидной магнифер от юти джи главное достоинство этого магнифера перед страйкбольными репликами это очень качественно выполненное откидное крепление и очень светлая оптика не секрет что главная проблема страйкбольных магниферов это то что на крепление сама трубка чаще всего люфтит в произвольную сторону или фиксируется с перекосом это приводит к тому что прицельная марка коллиматора оказывается не по центру зрительного поля а в случайной его части сверху сбоку или каждый раз в новом месте соответственно прицеливание по такому прицельному комплексу становится несколько затруднительным и некомфортным настройка положения оптической оси магнифера не особо помогает так как со временем крепление расшатывается и после каждого откидывания и подъема его нужно настраивать заново насадка от юти джи полностью лишена этого недостатка в обоих положениях магнифер фиксируется очень жестко пружина отвечающая за фиксацию тугая и продавливается с заметным усилием а качественно выполненное посадочное место трубки обеспечивают ее одинаковое положение каждый раз при поднятии оптическая часть вызывает чистый и незамутненный восторг зрительное поле очень нет очень светлое без каких-либо искажений и затемнений честное увеличение 3 крата пожалуй это лучшая оптика в этом ценовом сегменте которую я вообще видел высота оптической оси составляет 42 миллиметра то есть трубка соосно с большинством коллиматоров на стандартном высоком креплении сверху и сбоку имеются винты точной настройки положения увеличителя чтобы вывести прицельную марку точно в центр зрительного поля настройку можно зафиксировать винтом в нижней части чтобы она не сбивалась от сильных ударов и отдачи еще одним приятным моментом является цена просто пройдите по ссылкам в описании и посмотрите сами если кратко то самые бюджетные коллиматоры и магнифер от utg стоят примерно сопоставимо со страйкбольными репликами прицелов но при этом они на три головы превосходят их по всем характеристикам кроме того эти прицелы можно смело использовать на гражданском спортивном и охотничьем оружии и быть уверенным что они не подведут вместо того чтобы перебирать китайские коллиматоры пытаясь найти тот который проживет дольше остальных как всегда предлагаю обсуждать видео в комментариях ставить ваши уверенные пальцы вверх обязательно подписываться на канал жать на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски до скорого